Церемония Близкон завершилась и подарила нам три грандиозных синематика, несколько крупных анонсов, но все это, к сожалению, мимо Heroes of the Storm. Но героев шторма все же не обделили и было 45-минутное выступление разработчиков с ярким названием «Полное погружение», где разработчики многое поведали. С тобой, Арго, и в этом ролике поделюсь с тобой информацией о ближайшем будущем Ходса. Несмотря на то, что тема ролика Heroes of the Storm, не могу не поделиться своими впечатлениями от анонсов над церемонией открытия. Синематик Диабло по-настоящему внушает ужас. Сильный, мощный, кровавый, очень крутой трейлер. Демонстрация геймплея вызвала смешанные эмоции. Думал, в этой части сделают возможность переключения камеры от классической до вида от третьего лица, но увы. Звуковые эффекты порадовали, а ощущение того, как персонажи валили монстров, прекрасно передавалось. Увиденное на демонстрации Диабло 4 вызвало интерес и желание поиграть в предыдущей части. Будем ждать выхода игры. Касательно WoW. Многие бомбят, что слили Лича и т.д. А World of Warcraft я и не играю, и с точки зрения стороннего наблюдателя от синематика я кайфанул. То, что подтвердился слив Болвара, никак не испортило впечатление от него. А вот то, что Сильвана сломала шлем Короля Лича, вызвало бурю эмоций. Это было действительно круто. Насчет того, что слили Болвара и т.д. Ну камон, он положительный герой, который взял на себя ответственность сдерживать плеть таким образом. Что он должен был сделать? Стать очередным походом в ЦЛК? Не знаю. Тут все спорно, к тому же никуда его не слили. Она же его не убила, а лишь каску сняла. Надеюсь, новый аддон понравится Воверам, и они покорят эту ужасную утробу, о которой нам рассказывали на панели Вовки. А я буду наблюдать за развитием сюжета, ведь мне очень интересно, к чему стремится Сильвана и что у нее в голове. Ну и с нетерпением буду ждать шикарных синематиков по этой игре. В предыдущем ролике мы гадали о том, что покажет Ходс на Близконе. И многие предсказывали авточез в Ходсе. Да и на Реддите были подобные теории. Но, ребят, вы чуть промазали, так как авточез завезли в картонке. На само приключение в основной аддон мне глубоко пофиг, а вот авточез я с удовольствием поюзаю, так как в одну игру такого жанра в свободное время я поигрываю. Овервотч 2 или Орвотч 2, как нам сказала переводчица, ролик кайф. Но вот от ПВЕ-контента ждал большего. Вообще, от второй части ждал гораздо большего. Графоний остался тот же. По мне, как-то это не вторая часть, а лишь крупное дополнение. Как выяснилось, так оно и есть. И первая и вторая часть будут использовать один клиент. В общем, не заинтриговал. А что на это скажут игроки Овервотч? Ребят, пишите в комментариях свои впечатления от столь долгожданного продолжения. Ну что ж, Heroes of the Storm. Наш любимый Ходз. Похоже, из-за своего статуса классической игры потерял прописку на главной сцене. Очень расстроился, что не было никакого эпичного синематика, приуроченного к выходу Смертокрыла. Ходз был представлен лишь на закрытой панели для обладателей виртуального билета, где в течение 45 минут разработчики рассказывали о работе над новым героем, представили следующий ивент, показали новинки, поделились планами на ближайшее будущее и отвечали на вопросы присутствующих. Начнем по порядку. Бесплатная ротация всех героев продлится до 11 ноября. Поэтому не теряй времени и попробуй тех героев, которых ты давно хотел проверить в бою. Поведали и про то, как долго нам ждать Смертокрыла. Полторы недели и можно будет забирать. Показали его три цветовые схемы и, на мой взгляд, они все топчик. Поделились и тем, что изначально на стадии идеи рассматривали вариант 3 так, как у Аликстразы. Возможность переключения между человеческой и драконью формой, а его неудержимость на стадии разработки не была постоянной. Его ульт был рожден из синематика к дополнению «Катаклизм» в World of Warcraft, где Смертокрыл сжигает все на своем пути. Разработчики отметили, что эффекты Смертокрыла стали самыми сложными и трудоемкими за всю историю существования проекта. Были задействованы все имеющиеся отделы и ресурсы, благодаря чему мы получаем на выходе столь эпичного героя, за что им отдельное спасибо. И, конечно же, все обладатели виртуального билета получат Смертокрыла абсолютно бесплатно. Следующим ивентом после ограбления Алого Казино станет возвращение прошлогоднего новогоднего события «Пора играть в игрушки». Стартует оно 3 декабря. Будет ли что-то фундаментально новое, нам не поедали, но показали шикарный облик на Мефисто, который мне очень понравился, и, возможно, он заставит меня все-таки освоить этого персонажа. Еще показали облик Кахеры, который особых эмоций не вызвал, в отличие от анимации после активации поиска в режиме быстрой игры. Смотрится интересно. В игре появится паровозик, который смог. Ивент игрушки подарит два новых транспортных средства «Паровозик» и «Вагончик», которые позволят игрокам объединиться в полноценный состав. То есть игрок на «Вагончике» сможет прицепиться к игроку на «Паровозике», и уже машинист будет их направлять. Таким образом команда сможет объединиться в полноценный состав, и, забегая немного вперед, один из участников фестиваля во время вопросов и ответов предложил следующую тему, что было бы круто, если бы обе команды могли объединиться в один состав, что вызвало бурную положительную реакцию как в зале, так и у разработчиков. И они сказали, что, возможно, это реализуют. Далее Nexus ждут аномалии, которые будут появляться постепенно в игре, изменяя привычные аспекты геймплея. Первой такой аномалией станет изменение отображения и сбора опыта. А точнее, после убийства миньонов будут оставаться частицы опыта, которые необходимо будет собирать как сферы регенерации. На вид радио сбора немного меньше, чем привычный пассивный, как сейчас. Определенно это добавит остроты в игру, так как сбор опыта теперь станет более опасным занятием. Посмотрим, как это повлияет на матчи. Главное, что разработчики внимательно будут следить за такими изменениями. Моментально реагировать на реакцию сообщества. То есть, если это вызовет негатив у нас, разработчики не будут нам навязывать эту механику. И опыт от миньонов станет вновь привычным. Еще одно важное изменение для мастеров и элиты рейтингового режима. Теперь игрок-рангломастер и выше не сможет встать в очередь Лиги Нексуса, если у него в группе есть товарищи из Алмаза и ниже. То есть мастерам и гранд-мастерам по-прежнему могут подбирать игроков из Алмаза. Но вот в одной группе они с такими пользователями в Лигу не поиграют. Кольца мастерства Разработчики внимательно следили за реакцией этого нововведения на Реддите. И по многочисленным просьбам развили эту новинку еще на пару уровней. Таким образом, кольца мастерства доступны будут на 15, 25, 50 и 100 уровнях. Для последнего сделали интересный индикатор, который будет отображать текущий уровень персонажа. Ну что, успел уже себе купить колечко? Порадовали информацией о разработке функции, которая будет требовать подтверждения о готовности к игре. А если матч уже подобран, но произошла какая-то ошибка или не все подтвердили свою готовность, то игроки будут автоматически возвращены в очередь поиска. Далее уже следовали вопросы от посетителей. Будет ли возрожден киберспорт в Heroes of the Storm? Вся команда Ходса очень сильно любила ХГЦ и скучает по нему. Но планов на восстановление официальной киберспортивной сцены, к сожалению, на данный момент нет. Вернут ли призрачные копии? Да, над ними работают. Пока что разработчики не могут дать информацию о сроках и деталях реворка карты. Но ее определенно вернут, как только она будет полностью готова. Был задан вопрос на тему, как разработчики определяют, кого нужно переработать. На что был дан очевидный ответ. Основываясь на статистике и популярности тех или иных талантов, но в ответе на этот вопрос прозвучало еще кое-что интересное. Над реворком Тасадара работают прямо сейчас. Он будет убийцей прокастером дальнего боя. И также они отметили, что сейчас команда Ходса занята очень большим количеством реворков, больше чем когда-либо. Как теперь Аватур будет собирать опыт с новой механикой опыта? Будут определенные исключения, чтобы герои не теряли возможности глобального сбора опыта, что относится и к симбионту Абатура, и Лаве Рагнароса. Что разработчики предпринимают для повышения динамики игры, ведь порой матчи затягиваются и утомляют. В основном идут изменения тайминга в появлении событий на карте. И в случае, если на какой-то из карт продолжительность матчей затягивается, там стараются заставить команды сражаться чаще. Команда Ходса хочет, чтобы матч занимал в среднем 18-20 минут, независимо от карты. В общем, хуже не стало, и это главное. Разработчики продолжают активно поддерживать игру, радовать нас новыми событиями, механиками, реворками и новыми героями. Они также не перестают следить за форумами и предложениями от игроков. А я, в свою очередь, продолжу радовать тебя качественным контентом и душевными стримами по Хирусов Дзю Сторм. Так что обязательно ставь лайк этому видео, оставляй несколько комментариев и подписывайся на канал, если ты еще не с нами. С тобой был Арго, и до встречи в Нексусе! Субтитры создавал DimaTorzok